Всем привет! С вами Маша и полная практика прощения с GreenMindLife и Ярославом Мудр-Воронцов. Сегодня 19 января, и я в очередной раз хочу поделиться с вами еще одним из способов, как я лично заряжаю себя на хороший, позитивный день. Мы все прекрасно знаем, насколько нам важны и насколько существенны в нашей жизни и какую большую роль играют хорошие воспоминания. Мы часто крутим в голове, прокручиваем какие-то ситуации, и если это хорошие ситуации, то они нас заряжают позитивом и хорошими эмоциями, хорошими вибрациями. И вот так в моменты, когда может быть немного не так легко в жизни, когда может не все так гладко складываться, как нам хотелось бы, я люблю, например, вспомнить иногда что-то такое хорошее и приятное, что меня греет изнутри. Но наш ум, он же такой, ему так вспоминать, он может там приукрашать что-то, забывать какие-то нюансы, детали. И для этого мы с вами часто используем видео, фото и так далее. Но сейчас, например, со всеми современными технологиями далеко не всегда не все пересматривают свои фото, их стало так много, они в телефонах, и это не всегда как бы ты туда смотришь. Так вот у меня лично есть вот такой уголок, я вам сейчас его покажу. Вот, видите, два ряда фотографий, вот это мой уголок теплых и ярких воспоминаний. Проходя мимо, я люблю задержаться возле него и посмотреть хотя бы на какое-нибудь одно фото и наполниться теми яркими, позитивными эмоциями, которые были у меня в момент, когда мы делали это фото. Я вам немножко покажу. Ларюш, Ларька нервничает, почему-то не хочет, чтобы я делилась. Я вам покажу несколько фото, просто вот поделюсь своими теплыми воспоминаниями. Например, вот здесь, на этом фото мы с подружкой женимся с помощью фольги из подшоколадки, по-моему. Я ей одеваю обручайное колечко. Это, кстати, было на одном из девичников для нашей другой подружки. А вот это фото, например, это уже фото непосредственно со свадьбы моей подруги. Здесь у меня вверху фото из гор. Я безумно люблю горы. Для меня это что-то просто невероятное. Всегда в горах ощущаю такое очень волшебное, божественное такое ощущение. Для меня горы это что-то невероятно прекрасное. Я стараюсь туда выезжать, хотя не так часто получается. Вот на этом фото. Я прекрасно помню этот день. Мы с друзьями поднимались на Рысы. Это в Польшах, наивысшая точка Польши. Это озеро Морское Око. И мы здесь сидим. Ребята пьют пиво. Я тогда за рулем была. Ну, в общем, не суть. И мы здесь сидели. И после невероятного... Был невероятно сложный подъем. Безумно сложный подъем. И вот после этого сложного дня мы сидели здесь и отдыхали, и наслаждались прекраснейшим видом. Я думаю, вы не поспорите, вид просто чудесный. И это тогда такие, знаете, очень тёплые воспоминания, потому что те люди, с которыми мы в горах преодолели кучу сложностей, они вот все рядом, мы все собрались. Сил не было никаких. Мы выбились из сил. Это был самый сложный подъем для меня в моей жизни на какую-то вершину. И я тогда, я помню, я умирала. И, кстати, себе вот здесь не такое красивое фото. Я себе здесь совершенно не нравлюсь. Но я его себе повесила, потому что это на вершине рысов. Это когда я всё-таки туда поднялась. Я была невероятно горда собой, что я это сделала, что я смогла, преодолела себя. Я сделала там эту фотку, но, честно говоря, я там умирала. Вот, и, ну, как видите, с этими фотографиями очень много тёплых воспоминаний связано. Вот здесь, это другой наш поход, тоже, по-моему, по польским горам или Словакии. Если честно, не помню точно, мы сидели и наслаждались видом озера. А вот ещё вам покажу. Это одна из моих любимых фото. Простите, камера ходит, но не очень удобно. Тут одно из моих любимых фото. Это тоже морское око и чёрный став с того же, с той же поездки. Это просто минуты, знаете, такие у меня. Сейчас я вам покажу фото, но предыстория. У меня там были... Мне было тяжело, я была оставшая. И это для меня были такие минуты просто осознания, насколько ты мелочный, насколько ты вообще никто в этой вселенной по сравнению с вот этой вот... природой вокруг тебя, с могуществом гор. Вот это фото. Вот оно. И я вот здесь сидела и думала о смысле жизни и бренности существования. Вот здесь тоже красивые виды на озёра. Это ещё одна очередная поездка в горы. А вот здесь мы с девчонками, с моими подружками, вот так вот покажу, тоже на свадьбе нашей подруги. В общем, вот такие у меня... Такой у меня уголок, уголок воспоминаний, которые мне помогают взглянуть на фото, вспомнить о каких-то важных для меня моментах в моей жизни, вспомнить, как мне было хорошо или как мне было сложно, но я с этим справилась, и просто вот наполниться этими эмоциями, ощущениями. И что я вам хочу сказать, не стоит как бы надеяться на цифровые технологии. Возможно, кто-то скажет, что это устаревшее, но я лично люблю напечатать свои фото, хоть вот так вот маленькие, небольшие какие-то фотографии, пусть их будет немного, но они будут перед глазами, и они помогут мне в моменты, когда я буду забывать о том, насколько прекрасна эта жизнь. Поэтому напоминайте себе о классных, хороших моментах вашей жизни, наполняйтесь ими, держите это в голове тогда, когда вам это необходимо. Живите здесь и сейчас, но иногда вспомнить такие прекрасные моменты очень полезно. Будьте счастливы в этих моментах, пожалуйста, наслаждайтесь жизнью, радуйтесь жизнью. И с вами была Маша и полная практика прощения с Green Mind Life и Ярославом Мудр-Воронцом. Мы живём на яркой стороне. Я знаю, и ты знаешь, ты можешь это сделать. Начни это делать прямо сейчас.